Дайджест недвижимости. Осталось переселить еще 170 тысяч. В полном объеме ветхий жилфонд расселен в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Калининградской, Московской, Магаданской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тюменской областях, в Москве и Петербурге, а также в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах. В 29 регионах страны программа выполнена на 80 и более процентов. Речь идет о расселении ветхих и аварийных домов, признанных таковыми на 2012 год. Дайджест недвижимости. Многодятным семьям в России предлагают выдавать субсидии на приобретение жилья. Единовременную выплату должны получать родители пяти рожденных или усыновленных детей, говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму на этой неделе. Средства можно будет потратить на строительство либо приобретение жилья. Одним из условий является десятилетнее проживание на территории того или иного субъекта Российской Федерации, уточняется в пояснительной записке к документу. Там также отмечается, что проект призван увеличить рождаемость в стране и стимулировать семьи усыновлять детей из приютов. Дайджест недвижимости. Еще один дом для детей-сирот появится в Кирове до конца года. Его построят в Коминтерне на улице Павла Корчагина. В доме будет 13 этажей и 117 квартир, площадью 26 квадратных метров каждая, уточняет портал iCaref.ru. Как сообщили ранее, в администрации города здание будет панельным. Выбор материала обусловлен соображениями экономии. Предельная стоимость одного квадратного метра не должна превышать 30 тысяч 150 рублей в чистовой отделке. Застройщиком выступила компания Кировспецмонтаж. Стоимость контракта составила более 90 миллионов рублей. Напомню, в прошлом году в Ленгасово были введены в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома для детей-сирот в общей сложности на 210 квартир. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости. Продолжение следует...